Ну, здесь многое зависит от эстетического представления, видения доктора и различные коллагеностимулирующие процедуры. То есть все это может подчеркивать вашу сексуальность. Вчера была пациентка, она говорит, боже мой, как хорошо, что я согласилась, я столько лет отказала. Здравствуйте, с вами Федорова Екатерина и наша волшебная рубрика «Разговоры с врачом». Сегодня у нас невероятный человек, фантастический, вы не представляете, мне пришлось год уговаривать Юлю искать у нее окошко в ее плотном графике, и я все-таки ее нашла. Юля Чеботарева, волшебница, которая делает у меня красивое лицо уже больше 20 лет, и она врач-дерматолог, косметолог, ну и плюс руководитель клиники Эстелаб. Юля, привет. Привет, привет, дорогая. Я правильно тебе представила? Да, все правильно, дерматолог, косметолог, это я. Ну, во-первых, недавно у тебя было день рождения, хочу тебя поздравить и сделать вот такой подарок, 101 вопрос про это, чтобы ты с мужем со своим обязательно поиграла, получила огромное удовольствие. Ну, а вам, дорогие подписчики, подарок внизу. Можете оставлять как можно больше комментариев с вопросами для Юлии, я попрошу, чтобы она все-таки на них поотвечала, и за самый интересный вопрос мы вам подарим такую же игру. Ну, и плюс еще один подарок для тех, кто внизу перейдет по ссылочке, подпишется на наш канал, оставит свою электронную почту. Мы вам вышли мою книгу «Игра на волшебной флейте» в аудио формате совершенно бесплатно. Акция действует только для тех, кто смотрит этот ролик сейчас. Ну, от меня лично, я от клиники Эстелапа. Подарок для вас – это очищение. Очищение – это самый главный этап в уходе за кожей. Я долго думала, что же такое подарить, потому что я же не знаю, кто оставит самый интересный комментарий. То есть, какого возраста будет этот человек, какой тип кожи будет, сколько ему будет лет. Поэтому я выбрала абсолютно универсальное, но при этом очень эффективное профессиональное средство. Это очищающее средство, и мы скоро вам его подарим. Ну, только для тех, кто оставит самый интересный комментарий. Пишите свои вопросы. И у меня есть для вас еще один специализированный подарок – это гайд по уходу за лицом. Какие процедуры нужны для определенного возраста? Именно для вашего. Переходите по ссылке, и вы найдете для себя много интересных советов. Отлично. Ну что, поговорим про самое интересное. Юль, ну вот я вчера летела домой, с Мальдива возвращалась и рассматривала людей, которые летели обратно. Ну, если честно, кто во что гораст. У кого волосы нарощены, у кого такие ресницы, ну там вот какие-то губищи, еще что-то. И у меня всегда возникал вопрос – как не перестараться? Ну, вот все-таки ты хочешь к косметологу? Как сделать так, чтобы это было максимально естественно? Ну, здесь многое зависит от эстетического представления и видения доктора. И даже если у вас возникают какие-то желания, которые несовместимы с возможностями вашего лица, то есть не идут вам губы такого размера, или такие высокие скулы, или под острый подбородок. Многие просят, сделайте мне там углы нижней челюсти какие-то очень большие. Но доктор должен предвосхитить результат, и если это будет смотреться неэстетично на данном конкретном лице, то нужно вежливо пациенту объяснить, возможно, показать, продемонстрировать на видео, на фото, как будет выглядеть лицо. И пациент, конечно, если доктор грамотно откажет, он не будет идти в эту сторону. Юль, какие есть процедуры, повышающие сексуальность? Ну, то есть, чтобы вот прям… Ну, вот к хирургу приходят за большой грузью. А вот у тебя что делать? Ну, на самом деле, понятие сексуальности – это, ну, в моем понимании, это не просто какие-то большие губы, высокие скулы. Здесь тоже глаз гореть, в первую очередь. То есть, глаз гореть к тебе. Ну, не только к тебе, а еще к нашему гинекологу, эндокринологу и к нашему специалисту по нутрициологии, к терапевту, потому что здесь это состояние сбалансированности организма по витаминам, микроэлементам и состояние прегормонов и гормональный статус. От этого зависит, в принципе, все в организме женщины. Но, конечно, что касается лица – это, прежде всего, ухоженная кожа, т.е. на ней могут быть даже и морщинки. Посмотрите на этих великолепных европейских бабушек, которые улыбаются, которые идут со своими дедушками в обнимку. Ну, разве это не сексуально? Это очень сексуально. Вот. То есть, в принципе, не нужно стремиться к полностью амимичному лицу. То есть нужно, наоборот, сохранить уникальную мимику и какие-то выражения лица, которые будут вашей индивидуальностью, вашей фишкой и будут подчеркивать то, что выражает ваши мысли и эмоции. То есть они должны быть позитивные. То есть любую позитивную мимику мы максимально сохраняем, даже если там есть микроскопические морщинки. Но второе – это работа с улыбкой. То есть здесь есть масса секретов. Ну, не то, что губы гиалуроновой кислотой, а там проинъецировал и все хорошо. Подожди, Юль, ну это же так интересно. Девочки, открываем вам страшную тайну. Секрет моих губ. Мои губы увеличены. Это бриллиантовые губы. И только ленивый не сказал. Екатерина, какие у вас красивые губы. Да. То есть здесь есть свои секреты именно в контурной пластике губ. Как получить не просто увеличенный размер, а чувственные и говорящие сами за себя губы. Плюс, конечно, нужно убирать все негативные, депрессивные линии с лица. То есть максимально позитив. И тогда мужчина будет думать, что с этой женщиной будет, как минимум, не скучно и не грустно. Правильно? То есть это ботокс-меток? Не только. То есть здесь могут быть и аппаратные процедуры, здесь могут быть и контурная пластика, и различные коллагеностимулирующие процедуры. То есть все это может подчеркивать вашу сексуальность. Юль, ну вот я у тебя сделала бомбическую процедуру, которая называется Emphase. Делала прямо сегодня. Я хочу сказать, что очень сильно виден результат. Ну то есть вот я сделала прямо сегодня. Жалко, что нет до-после, но эта процедура заставляет тебя тысячу раз улыбнуться. Есть у нас фотофайндеры до-после. Ну есть, кстати, можем вам показать, если нам дадим. Вам интересно ставьте плюс, мы вам дышим. Так, друзья мои, то есть есть вот эта вот процедура Emphase, бриллиантовые губы, все-таки ботокс и плюс еще контурная пластика. Что такое контурная пластика? Это что? Форма лица. Форма лица, конечно, важна. Но это не скулы, это не какие-то углы нижней челюсти в виде утюгов, это не гигантский подбородок. Это скорее ликвидация депрессивных линий и создание красивой линии ОДЖИ. Линия ОДЖИ это когда мы поворачиваем лицо в полупрофиль и мы должны воссоздать приблизительно, исходя из фотографий, либо из костных, либо исходя из положения костных структур, мы можем предвосхитить, мы можем скорректировать возрастные изменения, либо изменения за счет того, что мышцы депрессоры, ну какой-то стресс или что-то еще, такая усталость, мука. Это же может быть даже очень молодая женщина, даже если ей там к примеру 25 лет, а у нее такое выражение лица. Ну о какой сексуальности может идти речь, то есть и плюс, ну какие-то, правильно сказала, ботулинотерапия, ботулинотерапия, ботулинический токсин, но это не обязательно ботокс, это есть ряд других препаратов, которые более эффективны и более безопасны для лица, и мы можем ликвидировать ту же самую морщинку межброви, которая не просто создает вот две вот эти палочки некрасивые, две тени, и создает эффект такого напряжения, то есть здесь ни о какой сексуальности речи быть не может на таком лице, но создает еще и деформацию верхнего века, то есть такой страдальческий вид, и ну здесь, ну если ты страдаешь, ну что ты не будешь вообще к тебе подходить, страдай дальше. Вот, то есть в принципе здесь не только работа со своим внутренним состоянием, но можно через работу с лицом получить совершенно другое внутреннее состояние, и в итоге будет совершенно другой посыл от вас исходить, и соответственно вы будете привлекать к себе другие ситуации, других людей, те ситуации, которые вы на самом деле хотите, и тех людей, которые вы хотите видеть рядом с собой, так оно и будет. Слушайте, ну я была очень удивлена, я когда-то путешествовала по Японии, и там проходило обучение у древней японской гадалки Сумьё Куно, и она рассказывала, что есть так называемые судьбоносные, судьбоносные линии на лице. Если у тебя там в этих линиях появляется... Да, вот тут у меня такая водородная вода, да, я не то чтобы водородное топливо, но это очень сильно работает с PH, внутренним PH организма. Сам опьёт, а мне обычный стакан поставили с лимончиком. Чуть позже узнаю, я думаю, что потом... Это новая история, да, такая водородная бутылочка, она продаётся, кстати, в нашей клинике, и Екатерине будет индивидуальный подарок в нашей клинике. Она просилась, прекрасно. Хорошо. И вот эта древняя японская гадалка говорила, что нужно убирать вот эти вот штуки. Я не знаю, помнишь ты или нет, у меня была бородавка вот здесь вот, росла, да? Да, это как стигма. То есть люди смотрят не на тебя, а на эту бородавку, которая туда-сюда гуляет. Ведь несколько миллиметров двигается кожа, когда вы нахмуриваетесь и расслабляете межбровие. То есть, представляете, бородавка такая, туда-поехала, сюда-поехала. И что люди делают? Тут не стакан возникает, они наблюдают за этими новообразованиями. И, на самом деле, с возрастом их количество усилий. У меня буквально вчера была пациентка, она говорит, боже мой, как хорошо, что я согласилась, я столько лет отказывалась. У нее были 2-2 немуса, которые с возрастом потеряли цвет, а немус – это родинка. Ну, были 2 родинки вот на уровне носокубной складки. И когда она улыбалась, они вот так соединились и как будто целовались. Даже тут родинки целуются, да? А с возрастом они превратились не в милые пятнышки, а они увеличились в размере, потеряли цвет и выглядели, как какие-то просто наросты. Но это типичное преобразование с возрастом немусов. И я говорю, хорошо, ну давай ставим вот тот, который ближе к верхней губе, а вот этот вот выше на самом из карты давай удалим, потому что он совсем некрасивый. Мы сделали дерматоскопию, то есть посмотрели доброкачественность, то есть мы еще при устах сделали гистологию, хотя в этом не было никакой необходимости, потому что искусственный интеллект фотофайнда, ну, сказал, что это абсолютно безопасные невусы. Мы удалили, и это на самом деле чуть ли не изменило жизнь пациентке. Это очень красиво, когда вот это оставшийся этот невус, он стал выглядеть сексуально. А на самом деле вот эти целующиеся две ужасные бородавки, это выглядело даже отвратительно. Ну вот сейчас супер. Юля, а вот что дает возраст женщины? Ну вот, я не знаю, помнишь ты? Нет, я помню, что мне еще 30-ти не было. Я пришла и сказала, Юля, я вот прям постарела. Ну реально, клянусь, мне вот еще 30-ти не было. Я думала, что все, уже все у меня плохо. Вот, и я тогда говорила, что мне вот хотелось, ну вот как молодости. Бывает такое, как прозрачное лицо, что ли, ну вот само качество кожи другое. Ну а по факту, что сильнее всего выдает возраст? Вот с чем нужно бороться в первую очередь? Ну, на самом деле, Катя, ты правильно сказала. Дело в том, что бывают разные морфотипы старения. Все об этом знают, морщинистый, деформационный, усталый, мускульный. И каждый морфотип стареет по-своему. Но пункт качества кожи – это светоотражающая способность, это цвет кожи, увлажненность, это рельеф кожи. Это такой красной линией проходит через все морфотипы старения. И не важно, как ты меняешься. Если у тебя будут вот эти все пункты качества кожи окей, то ты будешь выглядеть потрясающе в любом возрасте. Потому что, когда женщина говорит, ой, я пойду к пластическому хирургу, там все отрежу, я очень люблю. Вот сегодня я переписывалась в WhatsApp с двумя, я считаю, гуру, самыми лучшими пластическими хирургами. Один по груди, ну, я не буду называть фамилии, чтобы просто другим не было видно, но мои пациенты все знают, к кому я отправляю, каких пациентов, в зависимости от того, ну, что им нужно делать. И я их очень люблю, бесконечно уважаю, это большие профессионалы с большой буквы. Но дело в том, что они со мной согласны, что если пациент не поработал с качеством кожи, и потом с объемами после операции правильно сделанная контурная пластика в любом случае решает практически все вопросы, все задачи с лицом. Поэтому начинать ухаживать за качеством кожи нужно максимально рано, как только появляются первые признаки того, что нужно это делать. Слушай, а вот есть такое мнение, говорят, что чем позже начнешь ходить к косметологу, тем лучше. Но это я вот прямо от своих клиенток слышала, которые говорят, что вот сейчас подсадишь себя на иглу, потом с нее типа не слезешь. Вот, и чем дольше не делаешь, тем лучше. Я такая думаю, слушайте, мы знакомы, наверное, мне лет 19 было, когда я свои прыщи лечила, то есть мы больше 20 лет знакомы. И с тех пор я все время ухаживала, ну какие-то процедуры постоянно делала, вообще как бы не жалею. Вот, ну и возникает вопрос, насколько это правда? На самом деле все делается по показаниям в медицине, то есть есть показания, значит есть определенные медицинские процедуры, которые можно применить для того, чтобы скорректировать те или иные эстетические недостатки. Ну, допустим, подростки, допустим, акне. У меня двое достаточно взрослых детей, один еще до подросткового возраста, недорос, но один мой бывший подросток, которому 26, он ходил в нашу клинику, когда у него было акне, то есть его в первую очередь научили правильно умываться, вот очищение, это очень важно. Потом, ну, нужно периодически, ну, это мальчик, ну, мальчики все разные, но он из разряда мальчик-мальчик, который, ну, ему, он пользовался каждый день кремом, ну, только, может быть, сейчас он, ну, как бы до этого додумался, да? Но тогда это нужно было, ну, как-то, чтобы это не я говорила хотя бы, потому что, ну, есть некие проблемы с восприятием родительских слов. Плюс вот второй мой подросток, дочь Ева, который сейчас вот будет через несколько дней 16 лет, то есть это такой первый рубеж совершеннолетия, ну, она совсем другая. Она сразу начала ухаживать за кожей и услышала и мои слова, слова докторов, но, тем не менее, все равно нужны процедуры. То есть нужна грамотная чистка, нужна фотодинамическая терапия, нужны физиотерапевтические процедуры, нужен правильный подбор космецептики. Если нужны ретиноиды, то вовремя вмешаться с системными ретиноидами. И все это эстетическая медицина, все это дерматология, косметология. Поэтому даже с подросткового возраста, для того, чтобы лицо не было бугристым, все в рубцах постакне и каких-то других травматических повреждениях, то есть нужно с раннего возраста приучить правильно ухаживать подростка за лицом. Юля, вот сейчас очень актуально не только красиво выглядеть, ну, потому что замуж удачно выйти, бизнес продвинуть. Я все-таки считаю, что встречают нас все равно по одежке, по тому, как мы выглядим, потом уже провожают по уму. Вот, но есть еще такой вопрос, что всех интересует, а как денег можно заработать? Я вот знаю, что у тебя есть учебный центр. Ну и, соответственно, можно пройти обучение и стать мастером перманентного макияжа или повышение квалификации для врачей. Вот что ты можешь посоветовать? Насколько это вообще необходимо? Я считаю, что быть в профессии – это не только заработок, это вообще, ну, может превратиться в смысловую нагрузку, да, и красной линией проходить сквозь жизнь. И, ну, я очень немного знаю таких людей, которые кардинально меняют профессию, да, но в основном, ну, как-то ты начал развиваться и развиваешься, и, в общем-то, в принципе, только усовершенствуешь свои навыки. И наша школа Estee Lab Education, конечно, помогает очень многим врачам, дерматологам, косметологам совершенствовать свои профессиональные навыки. Ну, я считаю, что и для пациентов это очень важно, потому что, например, за прошлый год более 200 врачей прошли повышение квалификации с ультразвуковой анатомией. И это безопасность инъекций. Представляете, сколько осложнений мы предотвратили, потому что врачи стали более грамотные, они стали более подкованы анатомическими знаниями, и они стали более эффективны, и, соответственно, они стали более успешны, потому что лица их пациентов стали более красивыми, и это визитная карточка каждого врача. Я не говорю уже о наших курсах по сочетанным применениям аппаратных технологий, инъекционных. Пожалуйста, вот сегодня мы встречались с одним из наших флагманских спикеров, с Натальей Юрьевной Бычковой, и расписывали план семинаров на 2024 год. И на весь год у нас распределились по месяцам такие семинары, как мелазма, это пигментация глубокая, это дисплазия соединительной ткани, это работа с кожей, с акне, геронтология, то есть масса интереснейших семинаров. Но это еще не все. То есть в нашей школе повышать свою квалификацию и приобретать новую профессию могут люди не обязательно с высшим медицинским образованием. То есть, например, наша школа перманентного макияжа «Красивое лицо» всегда ждет слушателей, и у нас есть и первичное обучение для тех, кто никогда не занимался перманентным макияжем, вы можете с нуля освоить эту великолепную профессию. Естественно, для опытных мастеров мы обучаем работать с нашим оборудованием уникальным, нашим линейкой пигментов «Красивое лицо всегда», и скоро, кстати, мы пойдем в Японию на очень крутое предприятие, направленное именно на эту уникальную отрасль цветокоррекция, перманентный макияж. И здесь тоже очень много секретов, очень много вещей, которые делать нужно, можно и можно в этом направлении развиваться, и которые делать просто запрещено, потому что это уродует наших пациентов. Развивайтесь правильно, господа. Ну, самый главный вопрос. Юля, как ты справляешься? У тебя все-таки муж, семья классная, трое детей, плюс клиника. В чем твой главный секрет успеха? На этот вопрос очень сложно ответить, потому что здесь аспектов очень-очень много. То есть, в принципе, есть такие флагманские фильмы, которые, может быть, смотрели мой любимый режиссер Тарковский. У него есть последний его фильм, немногие его смотрели, там, где дом сгорел. Ну, можно забывать последний фильм Тарковского. И там смысловая нагрузка заключается в системности. То есть, нужно получать удовольствие от тех вещей, которые тебе кажется, что это рутина. Зачем? Ну, каждый день нужно встать утром на пробежку. Ну, подняться и просто побежать. Это не просто тело, это не просто, это не просто, там, здоровье, да, а это еще и дисциплина внутренняя. То есть, если ты приучишься это делать, то, в принципе, любая проблема тебе будет ни по чем. Ведь очень много вещей происходит, действительно, и в семье, и на работе. Если в них вовлекаться изнутри, то будет очень неприятно, больно, и ты не будешь видеть ситуацию сверху. Когда ты видишь ситуацию сверху и можешь делать последовательные вещи, которые нужны именно сейчас, и не бояться ничего, то будет все хорошо, будет успех. Ну, то есть, главный секрет – это системность. Системность и, ну, не бояться делать какие-то новые вещи, учиться, учиться постоянно новому и внедрять это в свою работу, в отношения. Ну, что касается отношений, то хорошо, когда рядом человек, который соответствует, в общем-то, ну, твоему какому-то, к твоему каким-то моральным принципам, и готов к совместному росту. Но даже если человек загрустил, даже если он, ну, находится в какой-то апатии рядом с тобой, то не нужно думать, что, о, какой он дурак вообще. То есть, его нужно просто подтянуть. Сегодня ты его подтянул, завтра он тебя. И это некая такая поддержка, взаимовыручка. Это всегда хорошо. То есть, подтягивайте своих партнеров за собой, и они вам отплатят тем же. Отлично, Юль, спасибо тебе огромное. Добро пожаловать в клинику Estelab. Это не только красивое лицо всегда, но это еще и учебный центр, где можно пройти обучение, получить повышение квалификации, а, возможно, и новую профессию. Вся информация на сайте Estelab. Спасибо, дорогие друзья, за внимание. Я побежала работать. Спасибо.